Добрый день, друзья! Пятидневный мастер-класс «Продвижение бизнеса в интернет» мы с вами начинаем, даже продолжаем. Меня зовут Любовь Долгая, с вами сегодня снова буду я. И мы с вами поговорим сегодня о социальной сети ВКонтакте. О социальной сети ВКонтакте. Давайте подведем такой… Я вернусь назад. Давайте подведем такой небольшой итог. Что мы с вами… Чему мы с вами научились? В понедельник. В понедельник мы с вами создали рассылку, авторассылку писем. Она может стать у вас рекрутирующей, если вы добавите восьмое письмо с вашей презентации. Во вторник вы сделали свою сайт-воронку, связали с авторассылщиком писем. И вот эту сайт-воронку вы можете… Ссылку на эту страничку захвата вы можете размещать везде, в социальных сетях, в подписях, в скайпах и т.д. В среду. Вчера-вчера вы познакомились с таким замечательным инструментом, вам показала Светлана Коширина, познакомила вас с таким замечательным инструментом, который называется InVideo. И я сегодня, конечно, такую работу увидела замечательную, что, знаете, когда включу рабочий стол, я даже вам эту работу покажу. Молодцы! И, ну, просто великолепное у меня настроение, потому что вот у нас есть такие замечательные… Даже не скажешь «ученики», а… Ну, вы просто мастера. Вот вчера вы познакомились с этим сервисом InVideo. И ссылку на воронку, на страничку захвата, которую сделали, вы рекомендовано разместить вот именно в этот сервис InVideo. И сегодня, когда у вас уже все готово, все эти и вся эта система готова, мы с вами еще познакомимся, как работать в социальной сети ВКонтакте. Почему именно ВКонтакте? Социальная сеть ВКонтакте – это вообще, друзья, для России, СНГ, бывших стран, это вообще-то клондайк, который все видят, но что с ним делать, пока еще мало кто разобрался. Если вы думаете, что там полно людей, да, там миллионы, миллиарды людей, но вот как правильно работать в социальной сети ВКонтакте, ну, вот с этим мало кто разобрался. И представьте себе, телевидение только что изобрели, вот не было раньше телевидения, его только изобрели. Все смотрят телевизор, все понимают, что там, ну, вот, что этот телевизор смотрят миллионы людей, что как-то можно было бы дать рекламу, чтобы все узнали о вашем товаре или услуге. Но вот как это сделать, как это сделать, об этом, ну, никто не представляет, как это правильно сделать и как правильно осуществить. Вот то же самое с социальными сетями сейчас. Такая же похожая ситуация. Все видят, что в социальных сетях кроются огромные деньги, но практически никто не разбирается в их внутренних механизмах до такой степени, чтобы наверняка знать, как на этом зарабатывать. И, друзья, уровень грамотности в вопросах социальных сетей ограничивается знаниями о том, ну, как самому завести аккаунт, личный аккаунт, как туда добавлять друзей, как туда добавлять фотокарточки или отмечать на фотографиях друзей. Еще лучше отмечают на фотографиях не только друзей, а вот даже тех людей, которые незнакомые. Это делать ни в коем случае нельзя. И практически никто не понимает, как благодаря социальной сети сделать действительно прибыльный бизнес. У нас для партнеров нашей команды есть целая серия уроков по привлечению клиентов из социальных сетей, уроки по тому, как академические уроки, как делать дополнительные продажи, как сделать так, чтобы ваши клиенты, партнеры были лояльными, чтобы они о вас не забывали, чтобы они все время о вас помнили. И вот мы сегодня вас познакомим с очень интересным сервисом, который дает возможность находить вам горячих клиентов. И вот что еще, что еще в социальной сети? Вы знаете, многие, особенно сетевики, приходят, когда… Я сама помню себя, когда я пришла в социальную сеть, я сразу назвала группу, завела группу, назвала именем своей компании и сижу, жду. Почему же в эту группу не добавляются люди? Вот как же так? Должны же у меня такая классная компания, у меня такая классная продукция. Вот кому это знакомо, что в социальной сети завели? Да, действительно, почему? Ну вот должны люди добавляться. У меня же такая классная компания. Они не добавляются. Ну и еще, чем мы все ограничиваемся в социальной сети, это то, что друг другу отправляем предложение бизнеса. Вау, у меня такая классная команда. Вот вы рассматриваете вот это. И все. И в ответ нам то же самое. У меня тоже такая же классная компания. А вы вот это рассматриваете. Да, вот поручик пишет, что вы про меня рассказываете. Вот, наверное, это про каждого из нас, когда мы только приходим в бизнес. И вы знаете, ну, давайте мы перейдем к уроку. Я еще вам потом расскажу разницу, когда работаешь правильно в социальной сети и когда работаешь не очень правильно. Конечно же, друзья, в социальных сетях можно давать рекламу, но, опять же, надо знать, как правильно давать эту рекламу. И в социальной сети, естественно, там сидят очень умные люди, очень умные люди, которые постоянно повышают цену на эту рекламу. Вот можно и в Facebook работать, можно и в Facebook работать, можно работать и в ВКонтакте. И если русскоговорящие люди живут, к примеру, в Америке, у них, возможно, и есть аккаунт ВКонтакте, но они больше работают через Facebook, и они практически не заходят в аккаунт ВКонтакте. И, опять же, наоборот, люди, которые живут в России, страны СНГ, они больше работают ВКонтакте, они больше находятся ВКонтакте, в Одноклассниках, вот таких социальных сетях. Ну, ВКонтакте люди более, конечно же, продвинутые. В Одноклассниках там немножко другая целевая аудитория, с ней тоже нужно уметь правильно и грамотно работать. Но мы с вами рассмотрим именно ВКонтакте, потому что для тех, кто только раскручивает свой бизнес в интернет, ВКонтакте – это реальный клондайк. А потом уже можно переходить и осваивать Facebook. Итак, вы сегодня узнаете, как правильно оформить личную страницу ВКонтакте, как раскручивать бизнес через социальную сеть ВКонтакте с помощью личной страницы, и познакомитесь с уникальным помощником по раскрутке бизнеса через личную страницу, а также узнаете, как эффективно раскрутить группу ВКонтакте. И кто зарегистрирован в ВКонтакте – единичку поставьте. Единичку. Кто зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте. А кто не зарегистрирован, минус есть у нас такие? Пока вижу все единички. Минусов нет. Хорошо, тогда поставьте еще двоечку, у кого есть группа, хоть какая-то, ну, своя, я имею в виду, своя, пусть она будет не раскрученная, пусть там будет состоять из одного ВАЗ, но у кого группа есть. И у кого нет группы, поставьте минус. Так. Есть и группы, но у большинства, наверное, группы все-таки нет. Хорошо, тогда последний к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, какой вы бизнес продвигаете, какой у вас продукт. Это здоровье, это страховка, это услуги какие-то. Вот дайте мне обратную связь, какой бизнес продвигаете. Можете написать компанию. Я, к сожалению, всех компаний не знаю, поэтому могу не понять именно что. Так, фильтры для воды. Давайте мы чат переведем. Интересный такой у нас разговор получается. Фильтры для воды. Замечательно. Здоровье, Ирина. Здоровье. Быть, красота, здоровье. Питание. Доктор Нона, здоровье. Да. Недвижимость. Замечательно. Недвижимость на Северном Кипре. Так, сбор средств на реабилитацию. Не бизнес. Здоровье и красота. Хорошо. Здоровье и красота. Замечательно. Спасибо. Спасибо за обратную связь. И теперь давайте мы с вами будем заниматься. Первое, что нужно сделать, что нужно сделать, это определиться с нишей и с целевой аудиторией. На своем примере расскажу. Если я продвигаю сервисы, сервисы InWeb24, у нас есть, вы уже познакомились, и рассылщик, и конструктор сайтов, и конструктор для создания блога на движке WordPress, и робот для поиска клиентов, и создание видеооткрыток, видеопрезентаций, можно на этих открытках создавать. Мне, как и вам, у кого здоровье, красота, мне, как и вам, хочется продвигать сразу все, потому что мне кажется, оно вот все такое классное и все такое нужное. Но легче будет, если мы, каждый, определимся со своей нишей. Легче будет, если определимся с какой-то узкой нишей. Вот на моем примере я остановилась продвигать сервис, который называется InBlock, для создания блогов. Если, вот Ольга пишет, здоровье и красота, понимаю, что и то, и то надо, и то, и то классное у Ольги, я уверена, да? Или вот здесь доктор Нона Татьяна написала Егорова. Знаю, что там и здоровье, и косметика по уходу за кожей, и по уходу за телом, и тоже хочется все продвигать. Но, друзья, вот вы можете, конечно, все сразу продвигать, без проблем. Но если вы определите свою именно узкую нишу, вам будет это продвигать легче. Например, в плане красоты вы выбираете уход за кожей, уход за телом, да? И рассказываете там антицеллюлиты, что там еще может быть, подтяжка какая-то, массажи, маски. Ну, вот все-все-все-все, что касается тела. Зачем это нужно? Зачем вот нужно так узко определяться с нишей? Потому что от этого зависит, с какой целевой аудиторией вы будете работать. Ну, возможно, место жительства у вас не имеет значения, а, возможно, и имеет, если ваша компания работает только в определенных странах. Если ваша компания, если у вас склады есть, если нету доставки по всему миру, да, либо по вашей стране, а у вас склады есть в каких-то определенных городах, тогда имеет место, ну, место жительства обязательно нужно записать. Опять же, Пол, если я беру антицеллюлитную программу, понятно, что мужчины – это не моя целевая аудитория, им зачем это надо. И если я беру, если я продвигаю что-то для автомобилей, да, то вот как раз поручик и поможет. Он как раз целевая аудитория, ну, то есть мужчины, мужчины – целевая аудитория будут в этом случае. Там какие-то масла, да, возможно. Ну, вот в этом, я думаю, мы разобрались. Дальше идем в возраст. Опять же, возможно, возраст и не важен, да, потому что, потому что, вот, кто фильтры для воды продвигает, воду нужно пить чистую и деткам, и в 90 лет, да, абсолютно всем нужно пить водичку чистую. Кто продвигает что-то для мамочек, для молодых мамочек? Конечно же, друзья, здесь возраст важен. Кто продвигает косметику, которая убирает подростковые там прыщики? Опять же, возраст важен, да, потому что бабушку эта тема не заинтересует. Кто продвигает косметику, которая, которая за… ну, омолаживающая, да, там, после 40 лет? Понятно, здесь тоже возраст важен. Но, возможно, возраст важен и для тех людей, как, например, если вы возьмете, вот, кажется, фильтр для воды, он нужен абсолютно всем, фильтр для воды, водичку надо пить чистую. Но если вы возьмете все равно узкую нишу такую и возьмете молодых мамочек, вообще женщины гораздо лучше покупают, чем мужчины, это точно. Мы покупаем на эмоциях. Мужчины подумают, все взвесят, да, мы на эмоциях, нам сегодня захотелось, все купили. И хорошо, пусть это будет фильтр для воды. Вы берете целевую аудиторию мамочек и рассказываете, и рассказываете мамочкам, как хорошо вот такой фильтр для воды иметь, потому что их деточкам надо пить вот такую чистую воду. И всю информацию даете по поводу фильтра и по поводу деточек, по поводу мамочек. Вот у вас будет… ну, знаете, возможно, они даже и лучше будут приобретать фильтры, чем будем мы эти фильтры продавать вообще абсолютно всем, абсолютно всему интернету. Вот, да, вот это идея. Вот. И вы сегодня познакомитесь с роботом, который именно будет находить вот таких вот мамочек, вот таких вот мамочек, которые там чем-то интересуются. Итак, род деятельности, хобби, интересы, занимаемый статус в сообществе или денежный достаток. Ну, вот понятно, кто занимается недвижимостью, то, конечно, эти вопросы уже… ну, тоже хорошо бы определиться с этими вопросами. Почему? Потому что, ну, естественно, человек, который бедный, он не купит недвижимость. Вот, хочется с людьми работать с теми, которые имеют определенный денежный достаток. Тем более, недвижимость на Кипре. Вот интересно здесь уже узнать и хобби, интересы этого человека, если недвижимость на Кипре. Многие люди сейчас летом живут в своей стране, а уезжают вот на зиму куда-то в Испанию, да, жить и… Ну, вот здесь вы уже сами определяетесь со своей целевой аудиторией и определяетесь с нишей. Вы можете взять вначале, друзья, одну нишу. Вот выбрали, например, там, молодые мамочки, все, ниша. Вы ее отработали, потом вы возьмете следующую нишу. И можете вообще совершенно в другом направлении, там, люди, которые пенсионеры, им тоже рассказать, что воду надо пить, потому что она очищает организм, потому что вот будут они все лучше, лучше себя чувствовать и так далее, так далее. Все. И то же самое с косметикой мы делаем, если это косметика, либо делаем с любой компанией. Если у вас и здоровье, и уход за кожей, и косметика, вы можете взять нишу косметика, причем достаточно узкую нишу по косметике. Потом взять нишу здоровье. Опять же, ниша здоровья можно разделить на масса, масса, масса. Это могут быть и спортсмены, здоровье для спортсменов. Это могут быть детки. Я вот знаю, что компания «Доктор Нона», сама «Доктор Нона» выпускает всевозможные статьи. У вас тоже это клондайк. Вы этим можете наполнять. Там очень много о детках, ну, или какие-то другие направления. Вы этим можете наполнять свои группы, свои стены. Вот и социальную сеть ВКонтакте можете наполнять готовой информацией даже от вашей компании. Итак, когда мы определились, рекомендую с узкой ниши. Знаю, что меня, возможно, 1% только послушает начать с узкой ниши. Все остальные будут продавать всю свою продукцию. Но со временем вы к этому придете, вот увидите. И после того, как мы с вами определились с этой нишей, что мы будем продвигать, кто наша целевая аудитория, что нам понадобится для раскрутки бизнеса через социальную сеть ВКонтакте. Первое – это личная страница, основная, брендированная. Она продвигает вас как бренд. Вот основная страница, почему я говорю «основная страница»? Потому что у вас должна быть одна страничка, которую вы будете беречь. Вы не вздумаете с этой страницы спамить, делать какие-то агрессивные рекламы с этой страницы, кому-то хамить на этой странице, в личной переписке, давать массу ссылок всевозможных. Вот нельзя это делать, вы ее должны беречь. Она у вас должна быть классная, красивая, с хорошей очень фотографией, эта личная страница, с альбомами. Вы можете показать ваш стиль жизни, вы можете показать, если у вас есть какие-то заслуги в вашей компании, ваши награды, ваши статусы, бонусы, все, что вы получали, где вы отдыхали. Либо просто вы на этой страничке что-то… Заводите альбом и показываете альбом именно вашей личной жизни, именно о компании на этой странице заводите альбом. Альбом какой-то мотивационный, полностью все заполняете. Вот группа ВКонтакте, но это нам нужно будет для другой. Мы немножко чуть позже о группе ВКонтакте поговорим. Итак, брендирована личная страница – это ваш профиль-аккаунт, который регистрируется ВКонтакте при наличии номера сотого телефона. На личной странице указываются личные имя и фамилия, контакты и лимит друзей на личной странице 10 тысяч. Вот у нас есть партнеры, например, Сергей Тарнавский. Я знаю, что у него на личной странице 10 тысяч друзей уже есть, и он иногда их просто чистит, этих друзей, появляются новые, и к нему уже сами просятся люди по 25-30 человек в день. Они уже сами добавляются к нему на личную страницу. Друзья, на странице лимит есть 10 тысяч, и это не так много 10 тысяч, как оказывается, как мы видим на примере Сергея. Сергей – наставник. Замечательно. Группа. Зачем нам нужна будет группа? Если не сразу, то потом, в дальнейшем. Это сообщество, которое создается для продвижения бизнеса, ну, какого-то вашего направления в социальной сети ВКонтакте. Вот у кого не бизнес, тоже, конечно же, нужно создать группу. Вот кто-то здесь писал, что у меня не бизнес. Но группу надо для вашего хорошего дела обязательно создать. Участники группы – это пользователи, которым интересны цели группы и ее посты. И вот зачем нужна группа? Потому что количество участников в группе не ограничено. Просто-напросто не ограничено. Итак, схема развития бизнеса через личную страницу. Это регистрация брендированной страницы основной. Она у вас… ни одного минуса не увидела, у каждого есть. Поиск целевых групп с тематикой, схожей с вашим бизнесом. И отправка запроса на добавление в друзья из целевых групп. И важно – вновь вошедшие участники в группу. Сейчас мы это все посмотрим прямо на примере. Если вам непонятно то, что я говорю, вы сейчас на примере все это увидите. И переписка с новыми друзьями с предложением вашего бизнеса. Итак, о чем мы переписываемся? У нас есть шаблон разговоров. Я сейчас включаю рабочий стол, и мы посмотрим это на практике. То, что я вам рассказала, мы с вами посмотрим на практике. Поставьте пару плюсиков, если кто видит мой рабочий стол. А я пока вам покажу вот ту открытку, которая меня поразила. Вот кто сделал, если есть вы в этом зале, поставьте я. Дело в том, что инвидио мы как-то больше пользуемся… Вернее, мы пользуемся в разных направлениях, но почему-то мы на наших занятиях вам только рассказываем о открытках. Вот именно нужно делать открытки на этом инвидио. А вообще, этот ресурс был создан также для продвижения не только открыток, но и продвижения как мини-презентаций. И вот сегодня, буквально перед встречей нашей в зале, я увидела в чате, Ольга Сенечева поделилась, это ее ученица сделала вот такую замечательную открытку, даже презентацию такую замечательную. Написала, сколько в тебе лишнего веса, здесь замечательный ролик. И вы знаете, во-первых, очень красиво, можете поставить свои оценочки, очень грамотно, и написано «Определи свой нормальный вес с помощью индексов массы тела и получи программу питания, жми сюда». И вот прям все, все здесь подходит великолепно. Вот прям хочется нажать сюда, и такой прекрасный колобочек, такой прекрасный смайлик, срывает это что, помидорки, наверное, да, или яблочки. Хочется нажать, и я сразу же нажала, и вот, пожалуйста, я перешла на рекламу, на сайт того человека, кто создал эту великолепную открытку такую. И, ну, друзья, ваша цель достигнута. Вот. Так, да, если первая открытка, то из 10 – 10. Да, первая. Людмила Чернышева. Молодцы! Вот мне хочется, чтобы вы поняли, что не только день влюбленных бывает, да, не только масленица бывает, как мы вчера с вами это обсуждали, а применяйте эти открытки для продвижения своего бизнеса. Вот сделайте, вот каждый… Напишите здесь и сделайте что-то о воде, да, что-то полезное. Главное, чтобы ролик у вас не был на полчаса, ну, 3 минуты максимум. Напишите что-то, если это косметика, расскажите, что я вас научу делать красивый макияж. Если это здоровье, тоже напишите. Только не продавайте, когда нажимаешь на вот этот смайлик, да, чтобы не шло на продажу. О, сразу купи. А предложите сначала вот узнать, вот здесь, узнать массу тела, индекс массы тела. Я освобожусь после нашего занятия, обязательно узнаю, посмотрю. Так, все, закрываю это. Итак, друзья, сегодня мы с вами познакомимся с роботом, который называется InSocial. Где его найти? Этот робот, этот робот, он стоит денег, но чтобы продвинуть бизнес, чтобы продвинуть бизнес, то спросите у любого человека, который продвигает свой бизнес. Не сетевика, который хочет сделать все это бесплатно, да, а у любого, кто продвигает свой бизнес, все скажут, что в рекламу надо вкладывать деньги. Так вот, это самое маленькое вложение, которое может быть. Почему? Потому что мы свой бизнес продвигали ВКонтакте с помощью человека, с помощью студента. Взяли студента, да, и он нам продвигал наш бизнес, вот, и мы ему платили деньги. Мне тогда казалось, что это копейки, но когда я познакомилась с роботом с этим, вот это копейки, и причем он не загуливает, когда у него спросил, а ты что, не работал вчера утром, да, я же вижу по ВКонтакте, есть движение или нет. А он говорит, ой, я на дискотеке был, у нас там вечеринка ботаников была, а утром только пришел, спал до пяти. Все, вот уже, ну, вот такой человеческий фактор, да. Потом он приглашал одних и тех же людей на одни и те же аккаунты. Ну, вот было такое. Вот робот – это что-то, это здесь не работают такие человеческие факторы. Я вам покажу, как с ним правильно работать. Итак, чтобы приобрести этого робота, нужно нажать на домик, зайти в магазин. Магазин. И вот здесь вы увидите InSocial Facebook и InSocial Marketing ВКонтакте. Рекомендую, друзья, начинать с контакта. Вот для нас с вами, русскоязычных, это гораздо лучше дает выход. Автоматизируйте работу с теплым рынком в социальной сети ВКонтакте. Нажимаете «Заказать». Вот опять же выбираете пакет ежемесячно или ежегодно. Вот 8 долларов в месяц стоит. Если ежегодно, то вы экономите 2 месяца. Нажимаете «Продолжить», выбираете способ оплаты и потом идете «Сервисы». Сервисы после того, как приобрели. И вы видите InSocial ВКонтакте. Дальше вы нажимаете «Подробнее». Внимание! Вот этот продукт работает только через браузер Google Chrome. Через другие браузеры он работать не будет. Нужно скопировать ваш логин от этого продукта. И вы нажимаете «Войти в InSocial». Это такое приложение на базе Google Chrome от компании InWeb24. У меня есть видео, как это все делается, как это все запускается. Вы нажимаете, здесь у вас будет «Запустить» или «Скачать» или «Начать». Он у меня уже скачанный, конечно же. И вот будет ниже написано, что приложение нужно приобрести в InWeb24. Давайте я нажму. У меня есть, конечно, это приложение в закладках в приложениях стоит. Итак, вносим свой ID. Пишу пароль от InWeb24 кабинета. Так, ВК. И сейчас мы с вами посмотрим, как он ищет нам горячих клиентов. Вот просит внести данные, войти в ВКонтакт, войти нажимаю. И вот, друзья, смотрите, у нас есть две версии вот такого робота. Так, я вам сделаю больше. Две версии есть такого робота. Первая версия – начальная, и вторая версия – это про-профессиональная. Отличаются они, тут еще дополнительная кнопочка есть, там, где про. Итак, давайте мы с вами сначала посмотрим, как мы работаем с начальной версией. Вот есть у вас какой-то продукт, что-то вы продвигаете. Например, недвижимость вы продвигаете, и вам нужно найти группы по теме недвижимость. Вот вы пишите «недвижимость». Т.е. вводите сюда поисковую фразу. Вводите сюда поисковую фразу. Дальше нажимаете «Найти». И смотрите, вот здесь нашлось 55 тысяч групп по поисковой фразе «недвижимость». Можно, если это Кипр, то поставить «недвижимость» Кипр. Вот. 249 групп. «Недвижимость» Кипр. Как раз вот у меня получается рассказать для человека, который… Не помню, как зовут эту девушку, которая недвижимостью Кипра занимается, да? Ну вот. Теперь, что здесь важно? Что здесь важно? Здесь важно то, что вы эти группы ставите на отслеживание, нажимаете на группу, можете прочитать, о чем эта группа, и нажимаете «Начать отслеживание». Вот робот отслеживает эти группы, да? «Начать отслеживание». Что мы делаем дальше? Мы нажимаем… Т.е. вот таким образом вы можете на отслеживание поставить 100 групп. Поставили 100 групп по вашей теме. По теме «Чистая вода», по теме «Недвижимость Кипра», по теме «Здоровье», по теме «Снижение веса». Дальше мы нажимаем «Список отслеживаемых групп». Вот отслеживаются группы… Ну, понятно, это я для себя ставила, да? «Список отслеживаемых групп». Отслеживаются мои группы. Вот здесь вам появляются группы, которые вы отслеживаете. Появляется группа, в данном случае, «Недвижимость» группа, либо «Косметика», либо «Чистая вода». Нажимаете «Фильтр отслеживания». И вам нужно, вот чем ценен вот этот робот. И вы выбираете новых пользователей за 4 часа, 8, 24, 2 дня и 3 дня. Вот «ВКонтакте» невозможно посмотреть сейчас новых пользователей. Они это скрывают. А почему важно именно новые пользователи? Конечно, вы можете в группу «Итак» зайти, в группу «Недвижимость» зайти, а там сколько? 50 тысяч людей. И каждому спрашивать, а тебе надо «Недвижимость» на Кипре? А тебе надо «Недвижимость» на Кипре? А представьте, он зашел в эту группу год назад, 2 года назад, 3 года назад. Как вы думаете? Он уже давно решил этот вопрос. То же самое, когда… Ну, если брать с фильтрами, да? Вот человек добавился в группу «Чистая вода», «Фильтры для воды». Он добавился в эту группу. Если вы знаете, что он добавился 24 часа назад, значит, его эта тема интересует, и это ваш горячий клиент. А если вы будете наугад, как по воробьям, да, вот в группе 10 тысяч участников, и вы будете наугад у каждого спрашивать, «Тебе надо фильтр?» «Тебе надо фильтр?» «Тебе надо фильтр?» Ну, человек уже, возможно, давно этот фильтр купил и забыл. То же самое по снижению веса. Если вы находите именно новых пользователей, которые только вступили в группу, значит, эта дама решила снизить вес. Она вот сейчас готова… Может, она в зеркало на себя критическим взглядом посмотрела, да? И она сейчас готова начать что-то делать, даже на диете сидеть и коктейлями заменять все свое любимое питание – мясо, сало и т.д. Но если она добавилась уже давным-давно, она то ли похудела, то ли плюнула на эту тему, то ли решила этот вопрос. Ну, в общем, этот робот вам ищет именно свеженьких, таких горяченьких клиентов. И вы можете отслеживать группы, то ли это молодые мамочки, то ли это фильтры для воды, то ли это чистая вода, то ли это снижение веса, то ли это ход за телом. Почему я говорю, что у вас узкая ниша, должна быть? И тогда вам легче будет работать с этими людьми. Дальше пол. Если вам не важно, да? Если недвижимость – не важно, вода – не важно, пол. Ну, понятно уже, если вы там памперсы детские, подгузники продаете, уже важно. Ну, лучше пусть это будут мамочки, да? Или что-то для деток, или что-то целлюлитное. У мужчин нету целлюлита. Поэтому здесь тогда вы ставите пол обязательно. Возраст. Возраст, друзья, желательно ставить. Желательно ставить. Ну, вот если недвижимость, то более-менее состоятельные люди, хотя бы там с 30-ти, начиная, да, вы ставите. Вот. И по какой, если там… Ну, там, поставьте… Ну, не знаю. Можно… Можно… Если вы недвижимость продаете, то можно не ставить до какого возраста, потому что любой человек может купить эту недвижимость. Город. Вот здесь, помните, я говорила, что для целевой аудитории обязательно определить… Ну, не обязательно, если это вам важно, значит, нужно определить, в каком городе вы будете продвигать бизнес. Если ваш продукт нельзя продать в другом городе, значит, пишите свой город тут. И нажимаете «Сохранить». Да? Вот это все вы делаете. Вот обновляется. И здесь уже вы видите… Ну, я отслеживаю… Я как бы свои сервисы продвигаю. Вот. И я отслеживаю группы свои. У вас будут группы свои. Итак, вот будет отслеживаться ваша группа, к примеру, недвижимость, недвижимость Кипр. Вы на нее нажимаете, будет показано, сколько новых. Один новый или девять новых. Если вам… Вот недвижимость, кстати, можно вполне поставить и на три дня. Люди так быстро не принимают решения, поэтому можете ставить три дня. Люди, которые в течение трех суток вошли в эту группу, они еще горячие для вашей темы, они еще заинтересованы. Вот у меня стоит 24 часа. Итак, девять новых участников. Что это значит? Это значит, что в группу Avon вступило 9 новых человек, 9 новых участников. Вы можете их открыть и просмотреть, что это за люди. Что это за люди. Вот нравится вам эта дама? Мне нравится. Я ее сразу добавлю в друзья. Все, закрыть. Заявка отправлена. Нравится мне следующее. Вот нравится. Сразу добавлю, друзья, закрыть. И вот таким образом вы добавляете… Можно здесь добавлять в социальной сети ВКонтакте. С одного аккаунта вы можете добавлять 50 вот таких друзей. Вот и это нравится. Вот здесь капча это выходит. Мы заполняем. Ничего страшного. Я вам сейчас покажу другую версию нашего робота. Вот там не надо заполнять эти все капчи. А если у вас есть какое-то подозрение… Вот, ну, вот, вот, все, Алена, и нету фотографии… Вот такую я уже сразу не буду добавлять, друзья. Я посмотрю. Может, она какая-то вот не такая, да? Вот, вот, лучший заработок в интернете. Ну, да, просто нет фотографии. Ну, вот, человек интересуется, да. Эйван. Вот, ну, в принципе, можно добавить даже несмотря… Уже смотрите, сколько у вас, смотря, сколько у вас друзей. Если у меня друзей много, то я могу и выбирать других лучше. Вот, вы уже смотрите сами. Итак, потом идем точно так в следующую группу. Вот это люди, которые добавились, правда, оммлм, омвей. Да? Вот, то есть у вас здесь будет, естественно, своя группа. Вы смотрите этих новых участников, опять же добавляете их. Вот если зелененький, зелененький вы видите, то этот человек сейчас в сети, но он мне не нравится, я его не буду добавлять. Вот, ну, этот нравится. Он сейчас в сети, и вы его, если добавите, если вы его добавите, то он, конечно же, быстрее вам ответит. Может, он вам тут же, видите, написано «онлайн». Послать сообщение. Так. Ой, не сообщение, а сообщение не написала и посылаю. Вот. Все. Вот таким образом вы добавляете себе в друзья самых горячих клиентов. То есть добавляете людей, которые вступили в группу по теме вашей ниши. Я к вам вернусь. Я к вам вернусь. Так. Ага. Ну, пока вопросов нету. Если есть вопросы, вы пишите, а я пока дальше покажу, что с ними мы делаем, с этими людьми. Вот вы им отправили 50 запросов, 50 запросов на добавление в друзья. Можете зайти с другого аккаунта, то есть завести еще один аккаунт ВКонтакте и с него зайти тоже добавить еще друзей. То есть тут вам друзей хватит очень даже много. Вот. И что мы делаем с этими людьми? И вот нужно, чтобы у вас был готов шаблон продажи вашего продукта либо шаблон вашего, ну, вступления в ваш бизнес. Вот какой-то шаблон у вас должен быть готов. Вот у меня готов шаблон продвижения, продажи моего сервиса. Вот смотрите, я беру и копирую. Копирую. Вот первое. Здравствуйте, я увидела вас в группе. И в какой я группе, в какую я группу людей? Первое – это была у меня Эйвон. Я увидела вас в группе Эйвон. Эйвон – это уже я пишу тем, которые присоединились ко мне в друзья. Ну, давайте я не буду сейчас заходить в свою ВКонтакте. Я отсюда напишу из InSocial. А вообще вы заходите в социальную сеть ВКонтакте, смотрите, кто присоединился в друзья. Там все видно, что… Там в ответах видно, что этот, этот, этот добавился в друзья. Я вам сейчас покажу, где ответы. И что вы ему пишите? То есть это человек, который из ниши, если вы продаете недвижимость, вы пишите «Здравствуйте, вот у вас готовая заготовка. Я увидела вас в группе «Недвижимость Кипра». Пишите «Здравствуйте, Елена». Обязательно добавляйте «Здравствуйте, Елена». Восклицательный знак ставить каждый раз – это дурной тон. Мы не ставим. «Я увидела вас в группе» и называете группу «Недвижимость Кипра». Скажите, и вы уже ставите какой-то свой диалог. А вы ищете себе приобрести недвижимость на Кипре? Да? Все. Вот вы задали. Я тоже задала свой вопрос. Написала «Здравствуйте, Елена. Я увидела вас в группе «Эйвен». Скажите, а как вы привлекаете новых партнеров в вашу компанию?» Все. И я ей отправила. Я ей отправила сообщение. Так, что-то она у меня отсюда не хочет отправляться. Сейчас мы отсюда ей отправим. Вот, отправила сообщение. То есть задала вопрос. И вы точно так задаете вопрос человеку. «Я увидела вас в группе такой-то. И вас интересует…» Скажите, вас интересует недвижимость. Вы себе ищите недвижимость. Ну, уже сделайте для себя. Потом, когда мне Елена отвечает, говорит «Да, я так привлекаю людей» или «Какая разница?» Вот чтобы она мне не ответила, у меня заготовлено второе предложение. Дело в том, что я работаю консультантом в сфере услуг сетевого маркетинга. А вы говорите, дело в том, что я работаю консультантом в сфере недвижимость Кипра. И помогаю людям выбрать, определиться. Если вам интересно узнать о недвижимости, как легче приобрести там, вы свои фишки сами знаете лучше, я, к сожалению, не знаю. И вот все копируете вот это и отправляете ей в ответ. Но это ваши горячие все клиенты. И вот таким образом, если вы поработаете час-два часа в день, то есть вам InSocial находит людей, которые по вашей нише, по вашей теме только вступили в группу, значит, их интересует недвижимость, косметика, чистая вода, здоровье. Вот вы с ними задруживаетесь, и уже с теми, кто вам ответил на дружбу, вы начинаете переписываться. Нам все не надо. Нам надо те, кто ответил на дружбу. То есть кто вышел с нами, ну, кто… Ему пришло сообщение, что вы хотите с ним дружить. Вот в ответ вы получаете сообщение, что с вами дружат, и вы уже пишете вот этот свой диалог. Вот такой диалог мы вам дадим в чат. Это, конечно же, продвигает, ну, как бы наш продукт, но вы себе примерно переделаете под свой продукт, хорошо? И будете с ними работать. Вот так. Давайте я на вопросы чуть позже отвечу, еще вам покажу, еще вам покажу, как у нас работает InSocial версия немножко другая. Сейчас мы с вами познакомимся. Вот эта версия начальная, то есть понятно, что вам нужно поставить группы по вашей нише на отслеживание и задруживаться с людьми, которые только присоединились в эту группу, вам InSocial находит этих людей, и вести с ними диалог, то есть приводить их к продаже. Ну, у нас есть люди, у которых 1, 2, даже 3 продажи в день через InSocial происходит. Конечно, понятно, что если недвижимость, то, скорее всего, у вас не будет 3 продажи в день. Хотя, кто его знает, поделитесь с нами результатами. Итак, есть у нас еще InSocial версия профессионально, про. Вот этот InSocial стоит 16 долларов в месяц. Но здесь вообще все автоматизировано. И 16 долларов в месяц – это не такие большие деньги на рекламу, и вы сейчас увидите, что же это за InSocial Pro. Итак, нажимаем на кнопочку «Про», и у нас появляются вот такие вкладочки. Первая вкладка «Настройки». Вот вы здесь видите. Для того, чтобы работать с InSocial версия Pro, нужно завести дополнительные рекламные аккаунты. То есть основной аккаунт, он как выглядит… Сейчас я вам покажу на каком-то примере своем. Минутку. Ну вот, основной аккаунт. Вы видите, вот мы зашли в основной аккаунт, мой. И здесь написано все. День рождения, город, родной город, семейное положение, язык, сын один, сын второй, показать подробную информацию. Вот здесь вы видите, вот все-все-все. Деятельность, училась, интересы. Вот вообще все, все здесь. Здесь у меня альбомы, где я отдыхала, где я проживала. Группы, масса групп, масса интересных страниц, 13 альбомов, куча видеозаписей. То есть вы, когда зайдете, посмотрите, вы сразу поймете, все обо мне узнаете. Это основной аккаунт. Вот этот аккаунт я везде рекламирую. Если кому-то надо, ну, кому-то говорю, что добавляйся ко мне, или обо мне можно узнать там, я даю вот этот основной аккаунт. Чтобы работать с инсоршал версия ПРО, с роботом профессиональным, надо завести еще дополнительные рекламные аккаунты. Именно по вашей нише, по вашей целевой аудитории. И мы вот эти рекламные аккаунты добавляем, добавляем вот сюда. И давайте мы войдем… Они у меня все одинаковые, у меня около 10 рекламных аккаунтов. И вот мы можем переключаться между этими аккаунтами. Вот входим ВКонтакте и Моя страница. Вот такой вот мой рекламный аккаунт. Вот такой мой рекламный аккаунт. Давайте я вам с другой странички покажу его. Вот я вам сказала, что я как бы хочу продвигать сервисы. И сервисы хочу продвигать вот все. Они мне все нравятся, они такие все классные. Но я определилась с нишей и выбрала, что я буду продвигать именно пока один сервис. Сервис, на котором можно сделать себе блог. И вот смотрите, как выглядят рекламные аккаунты. Вот так выглядит мой рекламный аккаунт. Вот здесь вверху написано «Полезные маркетинговые инструменты», там «Молоточек», вот что-то еще. Дальше. Когда… Вот здесь не написано «Замужем», «Не замужем», «Сын», «Дочь», еще что-то. «Закончил», «Женился», «Политические взгляды» и так далее. Вот как оформить эти аккаунты, опять же, мы вам видео в чат дадим, как оформить рекламные аккаунты. Здесь у меня минимально подробная информация, только одна группа, сайты, блоги своими руками, все. Вот та группа, которую я продвигаю, в которую я людей приглашаю. И здесь у меня все идет уже по моей теме. Вот как создать рекламный аккаунт, формы подписки и так далее, так далее. Вот, в принципе, вот эти странички, они у вас могут быть такие достаточно небольшие. То есть вы здесь ставите рекламку. Вот у меня вверху закреплена вот эта вот запись, и она всегда вверху, она всегда первая, как реклама идет вверху. И люди, когда заходят на мой аккаунт, то есть «Инсошел» отслеживает группы тех людей, которые хотят сделать свои блоги, отслеживает эти группы, дает запрос на добавление в друзья от моих аккаунтов. Тут везде написано «блог», «создание сайта», «путь к успеху». Люди добавляются с удовольствием. Почему? Потому что они только вступили в группу по созданию блога. Эта тема их сейчас интересует. Они с удовольствием добавляются. Кстати, этот аккаунт у меня новый. Вот вчера я только его завела. Вот. Они добавляются ко мне в друзья, потому что их эта тема интересует. А потом еще я и приглашаю при помощи робота их в группы. И вот вы видите этот робот. Вот здесь у меня стоит 5 рекламных аккаунтов. И стоит адрес группы, которую я хочу раскрутить. Сайты, блоги, своими руками, готовые шаблоны. Вот эти 5 аккаунтов. Между этими аккаунтами можно переключаться. Вот вы видите, да, вот здесь этот 6 февраля я аккаунт завела. Здесь 69 друзей. Ну, целевой горячий, целевой горячая аудитория. И вот здесь, когда нажимаете «Мои ответы», вот те люди, которые присоединились к вам в друзья. Вот здесь вы можете сразу же с ними общаться. Ну, это в том аккаунте, который вручную. Здесь вам с ними даже общаться не надо. Итак, вот такие аккаунты. Добавляете группу, переключаетесь между этими аккаунтами. Здесь в этих аккаунтах вы ничего о себе не пишите. Ничего о себе не пишите. Вот так вот он выглядит. Это такие рекламные аккаунты. Опять же, отслеживаете возраст. И идем дальше. Список новых участников групп. Здесь уже, если там отслеживаемые группы стояли, то здесь уже участники. И вот у меня участников, новых участников групп, 146 тысяч, которые интересовались темой, моей темой. Что я делаю дальше? Я дальше ставлю галочку «Добавление в друзья» и «Приглашение в группу». У меня эта группа тоже новенькая. Я вот сделала… сначала я все продавала, продвигала. Сейчас сделала узкую нишу буквально несколько дней назад, и узкую группу. Группа новенькая, она еще не наполнена, поэтому я не буду галочку ставить, я ее наполню. Но когда у нее там будет пару-тройку уже каких-то постов в этой группе, тогда я сюда тоже галочку ставлю. И что я делаю? Я запустить цикл заявки в друзья. Все. И он начинает сам работать, этот робот. Он входит под аккаунтом. И видите, сам вошел под аккаунтом «Любовь» и «Елена Степашина» отправлена заявка в друзья. Это он сам переключается, это не я переключаюсь. Вошел под аккаунтом «Любовь» другое имя, и «Кристина Тихомирова» отправлена заявка в друзья. И вот так он от пяти аккаунтов он отправляет заявку в друзья. Какие тут плюсящие? Плюсящие то, что не надо заполнять вот эту капчу. Не надо заполнять капчу. Вот помните то, что буковки такие непонятные, когда добавляешь в друзья? Ну, вот все. Можно его свернуть, и он будет у меня работать и приглашать в друзья и в группу. Не надо заполнять капчу. Он одинаковых людей не добавляет. Представляете, вот студент, который у нас работал, он одинаковых добавлял мне во все аккаунты. А он запоминает, что уже этому была отправлена заявка в друзья, и он уже в другой аккаунт его не добавит. И все, вы его запускаете, и он работает. Вот этот вот робот. Итак, друзья, шаблоны разговора вы получите. И вы сегодня узнали, как раскрутить бизнес через группу ВКонтакте. Вот вы ставите этот робот на автомат, и у вас остается только наполнять группу каким-то материалом. И время от времени, вот написано, монетизируем ваших подписчиков, «Все за вас делает робот». Вы время от времени наполняете группу рекламным материалом. Вот даже наполнять вот этим контентом по вашей теме, мы вам можем рассказать, где его брать, чтобы вы там сами не выдумывали. А уже рекламу свою вы уже, конечно, делаете сами. Об этом я рассказала, что робот начальная версия – это регистрируетесь, целевые группы ищите, добавление в друзья и переписка с предложением вашего бизнеса либо вашего продукта. Как робот-версия ПРО, опять же, мы с вами об этом проговорили. Он на автомате все это делает за вас, не надо вручную, он сам задруживается. Стоимость базовой версии 8 долларов, стоимость версии ПРО – 16 долларов. И вы получаете за 16 долларов минимум 500 живых участников в месяц. И если вы будете кого-то нанимать… Ну, это у меня старая цифра, сейчас это 20 рублей. Ну, пускай возьмем по старой цифре. Чтобы нанимаете человека, который вам наполняет группу, то один участник стоит 10 рублей. Итого-того получается 5 тысяч рублей. Ну, сейчас это уже не 5 тысяч, это уже гораздо больше. Вот. Здесь, друзья, версия ПРО в месяц стоит 16 долларов. Ну, так он же вам приглашает людей реально горячих, свежих, новых-новых-новых. И, конечно же, хорошо, группу можно оформить. Вот, желательно группу оформить. Нужно завести, вот здесь написано, от 2 до 10, но желательно 8-10 личных страниц, рекламных страниц, если вы работаете с версией ПРО. Где взять номера телефонов, как завести, мы с вами этим всем поделимся. Это все будет, видео будет в чате. Ну, группа ВКонтакте – это вам как примеры. Вот такие группы ВКонтакте. Вот люди, которые работают с версией ПРО, вот они завели такие группы, видите, вот, пожалуйста. Вот в такую группу приглашают на автомате. Итак, что же нам с вами нужно делать? Что же нам нужно делать? Определиться с нишей, поставить группы на отслеживание, настроить рабочие аккаунты, запустить цикл заявки в друзья, пока добавляются в друзья, создать, настроить группу и запустить цикл приглашения в группу. Утром и вечером просматривать рабочие аккаунты и отвечать на сообщения в личке. Если какой-то аккаунт попал в заморозку, его отмечаете в ежедневнике и вместо него ставите другой. То есть рекомендация, чтобы у вас работало постоянно 5 аккаунтов. Тогда у вас будет очень хороший результат. Ну, 10 партнеров в первую линию будет железно. И ежедневно наполнять группу полезной информацией. Обратитесь к вашим наставникам, они вам подскажут такой небольшой секретик, где брать эту полезную информацию по вашей именно теме. И своими коммерческими предложениями это уже, конечно же, вы наполняете, вы свой продукт лучше знаете. Итак, если версия начальная, то мы отправляем запрос в друзья и переписываемся с ними. Если версия профессиональная, это, конечно же, нужно 10 рекламных страниц, создать дополнительно группу ВКонтакте, версию профессиональную купить и один раз в день заходить и отвечать на вопросы. И тогда у вас будет масса клиентов и партнеров. Быстро отвечаю. Буквально у меня минута одна осталась, друзья. Отвечаю на вопросы, потому что мне нужно срочно убежать. Итак, заморозку как избежать? Надо это принять как должное, никак не избежишь. Люди бывают разные, и замораживать будут время от времени. Будут время от времени замораживать. Вот у меня из 5 аккаунтов за 4 дня 2 заморозили. Ну, я один вчера разморозила, один сегодня разморожу. Поэтому у меня их 10, чтобы ставить взамен. Ничего страшного. Это как уже, как семочки пощелкать. Да, вот поэтому нужно и столько аккаунтов. Итак, друзья, готовьте все ваши вопросы на завтра. Кому нужна консультация по InSocial Pro, обращайтесь, можете прямо ко мне обращаться по консультации InSocial Pro. Готовьте все ваши вопросы, и завтра у нас заключительное с вами занятие. Вы узнаете, как зарабатывать, даже когда вам сказали нет. Желаю… Нет, Сергей не обидится, потому что у нас, в принципе, каждый в чем-то профессионал в своем направлении. Вот я именно в направлении InSocial Pro. Сергей в своем направлении. Ольга Сеничева в направлении… Вот она для нас всех сайты такие создает, классные воронки. Мы все пользуемся. Она создала, файл нам SSB дала всей нашей команде, и мы все пользуемся. Вот это тоже структура Сергея Ятарновского. Вот, хорошо. Никто не обижается. Мы работаем командой, мы друг другу помогаем. Все замечательно. Поэтому, друзья, желаю вам легкого бизнеса в интернет, хорошего продвижения в интернет и максимально его автоматизировать, чтобы вы могли и на Кипре покупать себе недвижимость, ездить, отдыхать, заниматься, а бизнес у вас шел. Всего доброго и до завтра, до новых встреч!